Приветствую вас! Ответ на ваш вопрос крутится в, собственно, вашем тексте. Первым шагом, на мой взгляд, могло бы стать, как раз-таки, повышение искренности. То есть, вот вы говорите, что вы не выносите это все, что происходит у вас в душе. Вот это вот могло бы стать первым шагом. Первым шагом к тому, чтобы ситуация начала меняться. То есть, именно выносить то, что вас тревожит, выносить то, что вас беспокоит. И, соответственно, проживать те чувства, которые у вас появляются, скажем так. Это, пожалуй, первое, на что я хотелось бы обратить внимание. Это история, в какой-то степени, про самооценку. Вот вы говорите, что как повысить самооценку и как развить позитивное мышление. Так вот, говоря про самооценку, можно сказать, что самооценка, это вообще история очень такая, неоднозначная и неординарная. История это непростая, потому что вообще-то вообще, как люди понимаются на оценку, все сводится к наличию уверенности в себе. Но мне кажется, что быть неуверенным в себе так же нормально, как и быть уверенным. Ну, потому что это разные состояния. И мне кажется, что если мы говорим про самооценку, то мы говорим про ваше непринятие своей неуверенности. Мы говорим о вашем бегстве от неуверенности. Как мне кажется, по крайней мере, мы говорим об этом. И мне кажется, что лучше, что может сделать для вас психолог, например, это научить вас обращаться с неуверенностью своей. То есть, учиться быть неуверенностью. Познавать это. Познавать то, что вы можете быть слабой. Что вы можете быть, ну, вот, вы можете быть, например, там, не знаю, в какой-то степени, в какой-то степени уязвимой, да? Вот, в какой-то степени вы можете быть беззащитной. Вот, в какой-то степени вы можете быть растерянной, например. То есть, все вот эти состояния, все вот эти состояния, они, в принципе, более чем нормальные, они, в принципе, более чем адекватные, все эти состояния. Вот, вопрос, как мне кажется в том, принимаете ли вы эти состояния? Свои. Да? Так вот, как вы относитесь к этому? Поэтому, мне кажется, что, что, вот, вопрос самооценки, это такая ловушка. Если мы поднимаем самооценку, мы делаем человека более уверенным в себе. Но быть, быть более уверенным в себе, далеко не всегда означает быть собой. Да? Вот. И, например, на мой взгляд, уверенность в себе, она, ну, у всех разная. И, например, мне кажется, что все время уверенным в себе быть нельзя. Вот. Ну, мне, например, так вот кажется, допустим. Мне кажется, что важнее, вот в том числе для вас, для ваших, может быть, комфорт, комфорт, вот. Важнее научиться замечать свои разные чувства, вот. Свои разные эмоции, совершенно разные эмоции, разные переживания, вот. И это выражают. Сейчас вы, по моим ощущениям, пытаетесь больше следовать тому, тому образу, который вы сами себе нарисовали. Вот. Ну, может быть, это связано с тем, что, вот, как вы говорите, вам была природа, вот. Ну, может быть, это связано с тем, я не знаю. Но, эээ, правда в том, что вы отличаетесь, вот. Правда в том, что вы несколько другая. Правда в том, что вы не такая, какой вас, может быть, сделает природа. И вот, эээ, на мой взгляд, эээ, признание, признание этого, эээ, довольно важный момент, довольно важный аспект. Потому что, эээ, таким образом вы делаете шаг вперёд к себе. Вот. А сейчас же, как мне кажется, эээ, кажется, в большей степени вы, эээ, ну, я скажу, наверное, такую не очень приятную вещь, да, но вы, в большей степени, являетесь заложником, эээ, своего внешнего образа. Вот. Что касается, эээ, взаимоотношений с, эээ, вашей мамой и её, как имеется, в основном, то, ээээ, с одной стороны, я вас, я вас понимаю, с одной стороны, с одной стороны, я понимаю то, что вы говорите. То есть я понимаю, что, вот, есть такая, ну, проблема, скажем так. С другой стороны, это ведь довольно удобная позиция, что всё идёт из детства, там мама говорила, а я вообще ни при чём и ни за что не отвечал, вы со мной скорее всего не согласитесь сейчас, но это ведь вы выбираете, следовать, следовать позицию своей мамы. Например, вы выбираете действовать, так как вам, допустим, мама говорил. Вот. Поэтому желательно, чтобы вы увидели этот момент, чтобы вы увидели, что это вы делаете. Не ваша мама, а вы. Это ваш выбор. Вы выбираете следовать её позиции. Вот. И, наверное, в какой-то степени, вы согласны с тем, что ваша мама транслировала, например. Это важно вас не уловить, с чем вы согласны. Но если что-то, с чем вы не согласны, то тоже важно увидеть. Да важно увидеть, с чем вы не согласны. Важно увидеть, что не вызывает вас от клика и выразить это. Да? Например, вы говорите о том, что мужчины там уроды. Так говорила ваша мама вам в детстве. Вот. Ну, я полагаю, что речь идёт, ведь не про, не совсем про какую-то вот, ну, физическую сторону, или сторону внешность. Я думаю, что речь идёт про что-то другое. То есть, ну, я думаю, что речь идёт про поведение, как я думаю. Опять же. И если я прав, если речь идёт про поведение, то в чём-то с мамой вы согласны, что где-то мужчины действительно, действительно поступают, как сами настоящие уроды. Это правда. Потому что бывают и хамы, и насильники, и манипуляторы, и абьюзеры. Всё это бывает. Да. Ну, важно. Важно. Как вы на это реагируете. Важно, насколько вы внимательны к себе и к другому человеку. Если вы можете позволить себе быть собой в отношениях, с мужчиной, например, то никакая манипуляция, вообще говоря, вам не страшна. Вот никакая манипуляция вам страшна не будет. Таким образом. Потому что, и это важно. Потому что. на любое, на любое, на любое проявление манипулирования, вы сможете ответить просто своей реакцией. Вы сможете ответить просто своей какой-то вот позиции. Понимаете? И всё. И сложностей у вас с этим, ну, не будет таких больших. Вот. Сейчас, сейчас, да. Сейчас, да. Сейчас вы боитесь, боитесь, ну, возможно, сейчас вы боитесь, с этими мужчинами сближаться за вашей вот такой, может быть, ну, может быть, за вашей такой злостью, да, за вашей такой враждебностью к мужчинам. Чувствуется. Чувствуется страх. Он, безусловно, есть. Он, безусловно, присутствует этот страх. Это правда. Вот. Ну, мне кажется, что его не будет, если вы, ну, позволили бы себе быть собой. Вот. Понимаете? В чём, в чём штука? Вот. Ну, вы не позволяете. Вы боитесь. Вот. В чём, ну, прикол, что вы боитесь этого. И вот один из моментов, я повторюсь, один из моментов, вот, в которых это проявляется, проявляется, что вы боитесь. Это вот крайняя история о том, что вы, значит, всё это у вас в душе, как вы говорите. Всё это у вас именно в душе. Вот. Именно в душе, а не вот в взаимодействии, там, с, ну, мужчинами, например. И так далее. Вот. Такая вот, на мой взгляд, довольно важная, довольно важная стука. Дальше. Что касается позитивного мышления. То, о чём вы говорите, как развить позитивное мышление у себя. Я бы сказал здесь в первую очередь следующее. Что мне не очень нравится сама идея позитивного мышления, потому что, ну, она напоминает в какой-то степени лицемер. Если вы понимаете, что я имею в виду. Ведь нельзя же всё время мыслить радостно, нельзя мыслить всё время, там, хорошо, нельзя мыслить на постоянной основе весело. Это, на мой взгляд, несколько нереально. Вот. Поэтому в какой-то степени можно говорить о том, в какой-то степени можно говорить о том, что позитивное мышление, это иллюзия. Бывают ситуации, когда вам грустно. Бывают ситуации, когда вам трудно, когда вам тяжело. Бывают ситуации, когда вам хочется поплакать. Бывают ситуации, когда вам хочется погрызти. Вот. Бывают ситуации, когда вам хочется быть радостным. Хочется себя выразить, выявить вот как-то вот в позитивном ключе. Бывает, что негативно. Бывает по-разному. Это важно понимать. И позитивное мышление, как раз, оно исключает вот эту разность. Оно не позволяет быть разной. К сожалению, на мой скромный взгляд, не позволяет этого делать. Я бы не сказал, что вам нужно именно позитивное мышление развивать, как таковое. Я бы не сказал. Я бы больше сказал, что вам желательно чувствовать себя. Именно чувствовать лучше. Чувствовать то, что для вас важно. Чувствовать то, как вам хочется больше. Чувствовать то, как вам хочется больше. И так далее. Вот это, мне кажется, гораздо важнее. А не, соответственно, мысль-повидимая. Я надеюсь, что у меня получилось донести до вас свою определенную мысль. Как видите, у вас несколько, на мой взгляд, несколько ключевых аспектов имеют место быть. Первый ключевой аспект заключается в самооценке. То, что вы пытаетесь быть кем-то, но не собой. Это первое. Второе. Это взаимоотношения с мужчинами. В том смысле, что с мужчинами у вас отношения не складываются. Вот. И не складываются они у вас вот в том числе. В том числе потому, что мама, ваша мама вам, значит, прививала вот эту вот позицию, что мужчины уроды. Значит, это детско-родительские отношения. Потому что ваша мама это делала с определенной целью. Вот она, скорее всего, скорее всего, она хотела вас защитить. Но вот получилось, к сожалению, так, что оказала она вам, по большей части, медвежью услугу. Вот, что теперь вы не можете выстраивать отношения с мужчинами. То есть это детско-родительские отношения. Вот. Это нужная характера. Следующий момент. Это момент вашей женской модели поведения. Вот. прям, 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 что, ну, взаимодействие с мужчинами не получается в том числе. Поэтому, прям, прям, что вы не придерживаетесь своей модели. Ну, вот именно, женской модели поведения. Не придерживаетесь. И, соответственно, не всегда и не совсем понятно, с каким, ну, с каким мужчиной вы хотели бы и могли бы, взаимодействовать. Вот. Это важный, важный нюанс, на мой взгляд. На мой взгляд. Это важный момент. Третье, это некоторый негативизм в вашем, ваше мышление. Вот. И, соответственно, ваше бегство от него, от этого негативизма. Ну, на мой взгляд, повторюсь, да. То есть, я могу ошибаться, понятное дело. Я могу быть не прав, вот, понятное дело. Ну, вот, значит, это мысление. Ну, мысление, то, о котором, вот, как раз вы говорили. Это важный аспект. Ситуации, на которые, мне кажется, вам нужно обратить свое внимание. Вот. Потому что, от этого зависит, в общем-то, от того, как будет развиваться дальше ваша жизнь. Вот. Вот это история про психотерапию для вас. Потому что я бы сказал, что самостоятельно вам сделать то, что вы хотите и хотите нельзя. Не получится. К сожалению. Вот. Потому что вы находитесь в аварте своих мыслей. Вы находитесь в аварте своих привычных моделей поведения. Вот. И не заметите их в общем и целом. Не заметите. Скорее всего, не заметите того, как перестанете быть собой. Вот. С собой перестать быть очень легко, на мой взгляд. Очень легко перестать быть собой. Очень легко отказываться от себя. Ну, или начать отказываться от себя. Вот. И вы, если сами будете что-то делать, то не заметите, как от себя отказываться. И, на мой взгляд, на мой взгляд, таким образом, вам нужна будет поддержка психолога. Вот. Собственно, этот момент является ключевым. Вот здесь. Ну, на мой взгляд, опять же, по-моему мнению. Вот. И вам нужно будет в этом направлении работать, как мне кажется. Вот. Если, конечно, вы этого хотите. Вот. Примерно такой ответ я мог бы вам дать. С точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. С точки зрения своих ценностей, которые у меня есть. Вот. И с точки зрения своего опыта. Удивительное дело. Вы производите впечатление довольно-таки теплого, знаете, человека. Вот. Вы производите впечатление довольно компактичного, я бы сказал, человека. Вот. И это здорово, что вы, как мне кажется, не озлубились. До конца. Хотя, довольно легко могли бы. Это здорово, что вы сохранили в себе тепло-тепло. Мне бы хотелось вам помочь научиться его выражать. Забрать и выражать. Ну и получать в ответ такое же тепло. Да не от всех. Да, с возможностью боли. Это правда. Это правда. Но, по крайней мере, это даст вам шанс развиваться. Принеси в свою жизнь что-то новое. Что-то, чего сейчас у вас нет, к сожалению. Да, и искренность. Это и некие чувства, да. Вот. Это и некие эмоции. Это и отношения. Вот. Это и признание, ну, признание и адаптация к своему несовершенству. Вот. То есть, такие вот все, в общем и целом, эм, я бы сказал, эм, человеческие, очень человеческие, эм, моменты. Но в этом вам нужна помощь, потому что, эм, сами вы, как мне кажется, эм, будете этого избегать. Эм, так же, так же, как, в принципе, эм, в принципе, эм, вы избегаете этого, ну вот, эм, сейчас, так же, как вы, избегаете, эм, того, чтобы быть, эм, с собой, на данный момент. У, 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 вот как, как-то, так. В этом давайте закончим. Я надеюсь, что вам это было полезным, надеюсь, что вам это было интересным. Эм, я буду благодарен вам, за обратную связь по моему вопросу, да, по моему ответу, почти нет, действительно. Это позволит, эм, вам начать, э, работу над собой, э, вот. Желаю вам всего самого доброго и удачи.